Здравствуйте, друзья. Рад видеть вас на Утенбасс. Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры периодически сообщает об очередном успехе в деле отжима людей из старого Казахстана, предположительно наживших свое богатство неправедным путем. Вот только суммы особо не радуют. Сами представьте, что такое 147 миллиардов тенге по соглашению с субъектами реестра. По нынешнему курсу это всего лишь около 300 миллионов долларов, что учитывая плачевное состояние экономики в целом и наличие частных хозяев у большинства прибыльных предприятий страны вроде Казахмыса, Казфосфата, Кармета, выглядит нелогично. Но дело даже не в суммах, а в том, что упомянутый реестр засекречен. Народ не знает, все ли представители громких фамилий вошли в него, кто вообще в него включен или исключен из этого списка, по каким предприятиям и за какой период проходят проверки, результаты этих проверок, суть заключенных соглашений. Похоже, засекречен и сам прокурорский комитет и список его сотрудников и консультантов. На мой взгляд, эта секретность сама по себе нездоровая и создает очень хорошие условия для коррупции. Что скажете, друзья? Поддерживайте мое требование об открытости этого комитета и списков реестров. Похоже, Аким Хустаная, Марат Жундубаев, человек с особыми потребностями и неограниченными возможностями, среди которых особенно выделяется полное игнорирование общественного мнения. Именно такое впечатление сложилось сегодня после прочтения материалов новой газеты, где Марат Кунисбаева открытым текстом заявил, что будет передвигаться на новеньком Kia Sorento, купленном за бюджетные 23 миллиона тенге, просто потому, что не может ходить рядовым пешеходом по городу, а Lexus 570 2010 года износился на 100%. На сайте колеса за такой Lexus просят от 15 до 23 миллионов тенге, и я уверен, что и Кустанайская машина чего-то стоит. Да, и само заявление, цитата, это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром, он необходим. Звучит как-то двусмысленно. Заметьте, всю эту патетику развел даже не руководитель региона, а всего лишь Аким не самого крупного города страны, пусть даже в недавнем прошлом и государственный инспектор всесильной администрации президента. Неужели там его не научили скромности и тому, что хорошему Акиму не грех и самому ножками пройтись по городу, чтобы знать, как на самом деле живет народ? Друзья, если вы из Кустаная, пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео свое впечатление о работе Акима Жундубаева. Вдруг он на самом деле классный парень, которому, правда, не гоже ходить пешком. Заявление министра национальной экономики Нурвана Байбазарова о том, что правительство приоритетно, рассматривая схему проектного финансирования строительства АЭС, когда участие государства будет представлено только в создании необходимых экономических условий, а вот самостройка будет осуществляться за счет неких инвесторов, сильно смахивает на идею Шарика из знаменитого мультфильма. Да где денег взять? А может занять? У соседей. А чем отдавать будем? Отдавать надо. А отдавать будем молоком. Ведь если я правильно понял министра, он хочет, чтобы какие-то добрые дяденьки достали из своего кармана 15-20 миллиардов долларов, построили на МАЭС, а потом вернули свои деньги, продавая электроэнергию нашим потребителям. Понятно, что даже если такие добренькие инвесторы найдутся, то они вложат в тариф не только свои прямые затраты, но и цену денег на период строительства и окупаемости, и собственную прибыль. Сколько в таком случае будет стоить киловатт-час конечному потребителю, я даже представить себе боюсь. Если сегодня на турецкой АКУ идет речь об отпускной цене в 12 центов за киловатт, порядка 60 тенге по нынешнему курсу, то скажите мне, почему у нас должно получиться дешевле? Похоже, кот Матроскин на месте министра национальной экономики будет работать лучше Байбазарова. Вот только где найти такого кота? Не подскажете? Если молоко отдавать, зачем тогда коровы? Светлана Жакупова решила проверять не только доходы, но и расходы граждан, обратившихся за помощью государству. Видите ли, ей не нравится, что некоторые несознательные граждане отказываются работать на тех вакансиях, что предлагают им министрка и ее клерки, или вовсе не хотят занимать столь дефицитные рабочие места, предполагая заниматься домашним хозяйством и просто получать адресную социальную помощь. Видимо, поддерживать граждан даже в рамках АСП для государства становится слишком накладно, и теперь Жакупова предлагает внедрить социальный аудит для всех обратившихся за помощью, и отказывая в предоставлении АСП тем, кто отказывается работать на представленных вакансиях. Как это будет работать на практике, пока непонятно, но учитывая низкое качество сопряжения государственных информационных систем, привет, Багдад, и низкий вклад частного бизнеса в создание рабочих мест, это всего 20%, четверо ниже, чем в странах ОСР для сравнения, и основной прирост рабочих мест за счет непродуктивных отраслей государственного бюджета, рискну предположить, что в целом затраты государства на поддержку социального уязвимого населения уменьшатся, ну, либо продвинутая часть вот этого самого уязвимого населения начнет устраиваться на низкооплачиваемые вакансии только ради получения пенсионных отчислений и прохождения того самого социального аудита, отдавая основную часть начисленной зарплаты благодетелям вроде тех, что запускают регулярно свою лапу фонд оплаты труда детсадов и школ, и десятками ждут суда или уже осуждены за подобные деяния. Вероятно, возможно и комбинации различных вариантов, но не похоже, что об этом задумывались в Минтруда, да и в Можилисе тоже. По словам Руслана Абдикаликова, шефа комитета инфобезопасности Минцифры в Казахстане имели случай, когда сотрудники банков второго уровня торговали персональными данными клиентов. Банки оплатили штрафы как юрлица, и, похоже, для них все на этом закончилось. Во всяком случае, назвать точное количество утечек и название штрафованных банков чиновник не смог, ну или не захотел. Никакой информации о количестве утекших данных и пострадавших от этих утечек не сообщается. Ну а я рискну предположить, что значительно, если не большая часть кредитов в сумме свыше 7,5 миллиардов тенге, которые мошенники оформили на наших доверчивых граждан, случились просто потому, что эти самые мошенники вводили полными данными граждан, успешно выдавая себя за сотрудников банков или представителей государственных органов. А значит, логично было бы предположить, что банки и их сотрудники, допустившие утечку, несли материальную и уголовную ответственность, как соучастники мошенничества, от которого пострадали тысячи наших граждан. Но, увы, вряд ли кто из госслужащих, а тем более из чиновников Минцифры, рискнет внести такое предложение. Ведь банки в нашей стране даже важнее для чиновников, чем коровы в Индии. Как думаете, чьи интересы на самом деле защищает Министерство труда и социальной защиты, если его чиновники судились за пенсию покойного пенсионера с его вдовой? Только представьте себе ситуацию. Покойный с 2000 по 2021 год получал пенсию, пока в 2021 году чиновники не выяснили, что представленные им справки о проживании в Бескарагайском районе в зоне чрезвычайного радиационного риска соответствуют подлинности лишь частично, в связи с чем направили ему претензию о возврате излишнеуплаченных 13 миллионов тенге, отказе в получении пенсии и необходимости обращаться вновь для ее установления на общих основаниях. На следующий день после получения претензий пенсионер скончался, но чиновников это не остановило. Они подали иск к его вдове с требованием взыскать эту сумму как необоснованное обогащение. Суд первой инстанции в требованиях чиновникам отказал, но апелляция удовлетворила его в полном объеме. И только Верховный суд спустя три года после смерти пенсионера разобрался в деле, восстановил справедливость, указав, что наследники не обязаны отвечать по обязательствам наследодателя, если не установлена его вина в причинении ущерба, и оставил в силе решение суда первой инстанции. К сожалению, никакой информации о наказании ретивых чиновников Минтруда и судей апелляционной инстанции, кошмаривших вдову, я не нашел. Но считаю, что все эти люди не имеют никакого морального права работать на госслужбе или в квази-госсекторе, и более того, должны те самые 13 миллионов тенге выплатить вдове в качестве компенсации, но из собственного кармана. Согласны со мной? Похоже, герои старой комедии «Тупой и еще тупее» окопались в нашем Министерстве цифрового развития. Но ведь только действиями таких парней можно объяснить странные инициативы чиновников этого Министерства, на этот раз целого вице-министра Асхата Арсбека, который сообщил о планах МЦРИАП ограничить выдачу телефонных номеров гражданам и организациям под предлогом борьбы с телефонным мошенничеством. Видимо, Асхат Елюбаевы запамятовал, что похожая новация с требованием обязательной привязки телефона по имой коду конкретному гражданину или организации с удостоверениями его личности через ИИН или БИН работает ни шатка ни валка уже не первый год, но без особых результатов. Не то операторы связи забили на закон, не то сама идея какая-то тухлая. От кавалера Ордена Курмет, экс-вице-президента Ассоциации развития блокчейна и криптотехнологий, занимавшего руководящие должности в НИД, ЗЕРДЕ, КОСТРАНСОЕВ, Транстелекоме и даже заведовавшего сектором отдела по защите государственных секретов и информатизации администрации президента, лично я ожидал большего. Но, увы, и этого парня, похоже, поразил вирус запретительства. Взаимоотношения между высшей аудиторской палатой, антикором и строителями, осваивающими бюджетные средства, все больше напоминает сюжет какого-то порнофильма, когда вначале парочка нежно любит друг друга, потом появляется кто-то более строгий и жестко имеет парочку, а потом кто-то еще более строгий, имеет всех оставшихся и так далее, но в конце концов все вместе дружно, жестко и даже жестоко имеют самого строгого. Нет, ну а как иначе описать конструкцию, когда антикор едва не повсеместно выявляет нарушения в планировании освоения бюджетных средств, ВАП не отстает и добивается усиления казначейского сопровождения бюджетных проектов. И даже сам президент Тукаев говорил, цитата, что ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стало притчей в языцах, причины положения такого дел разные, но главное это коррупция. А в итоге чиновники-заказчики принимают и оплачивают фактически невыполненные или выполненные как попало работы, но за это привлекаются лишь к дисциплинарной ответственности. Впрочем, в порно-сюжетах я не силен, а потому предлагаю вам самим описать действия чиновников так, как если бы это были актеры порно в комментариях к этому сюжету. Друзья, благодарю вас за уделенное на просмотр время, за вашу поддержку канала, лайки, комментарии или посты. До встречи через неделю.